Здравствуйте! В эфире Благие Новости в студии Александр Колобов. Смотрите сегодня в выпуске. Духовное пробуждение к новой жизни. В городе Краснокамск праздновали юбилей церкви «Цвет истины». Нести благую весть в каждый уголок страны. В Москве прошла конференция служителей евангельских христиан-баптистов. Бизнес по-христиански. В армянской церкви «Слово жизни» состоялось служение предпринимателей. В городе Краснокамске служители церкви «Цвет истины» отпраздновали пятилетний юбилей Дома Божьего. Поздравить служители приехали пасторы всех церквей «Цвет истины» из разных городов региона. А в самой церкви Краснокамска сегодня насчитывается более 150 прихожан. Здесь действует программа «Превосходнейший путь» по работе с нарко- и алкоголь-зависимыми людьми. В церковь меня привели проблемы у сына. Сын употреблял наркотики. Все мы прошли, и врачей, и дома сидели. И вот здесь, когда сюда только пришли, только нас это и спасло. Большинство прихожан этой церкви в прошлом – люди, зависимые от наркотиков и алкоголя. Уже после встречи с Богом для них началась новая светлая жизнь. И вот в день рождения церкви они подготовили творческий подарок – мюзикл, который никого не оставил равнодушным. Контингент церкви – это в основном люди в прошлом, зависимые от наркотиков, от алкоголя. И в основном их родители и близкие родственники, которые окружают их. Но также, в принципе, приходят люди, которые не употребляли наркотики, никогда даже не брали сигареты в руки. Потому что мы считаем, что церковь нужна не только людям, которые сегодня погибают от наркотиков, от алкоголя, но также мы считаем, что церковь нужна людям, которые просто сегодня живут в этом мире и являются просто грешниками в глазах Бога. Сегодня в России проживает почти 150 миллионов человек, а национальности и народности насчитывается более 180. И все они нуждаются в Евангелии. Как нести благую весть малым народам, обсуждали на конференции служителей евангельских христиан-баптистов. В подмосковном городе Раменское, в уютном христианском центре, собрались служители Союза евангельских христиан-баптистов на уже 10-ю конференцию планирования по стратегии действий Союза ИХБ в деле распространения Евангелия в России. Девизом конференции стал лозунг «Великое поручение – жизнь каждого». Четвертый принцип баптизма провозглашает независимость поместных церквей в духовных и практических вопросах. Однако для того, чтобы делать любое дело сообща, необходимо прежде всего договориться о целях, которых собираешься достигнуть, выработать общую тактику и стратегию. Поэтому служители церквей евангельских христиан-баптистов, объединившихся в Союз, ежегодно собираются для того, чтобы решить, как именно они сообща будут исполнять «Великое поручение Господа нашего Иисуса Христа». Цель этой конференции – это вдохновить братьев-служителей на взаимодействие, так, чтобы они могли после этой конференции, после этой встречи, больше помогать друг другу участвовать в жизни друг друга, в жизни своих церквей. Каждая христианская церковь, каждый церковный союз стремятся к тому, чтобы поместных церквей было как можно больше, желательно в каждом населенном пункте. Но в России эта задача очень сложна, учитывая масштабы территории нашей огромной страны и неоднородность культур и народов ее населяющих. Поэтому вопрос на конференции стоял не просто об открытии новых поместных церквей, но и о том, в каком регионе какую церковь стоит открывать и какую строить. Ведь можно созидать малые группы или же строить церкви, рассчитанные на большое количество человек. Могут быть церкви национальные, а могут быть возглавляемые и созданные приезжими миссионерами. Служители делились опытом распространения Евангелия в самых отдаленных уголках нашей страны, рассказывали о благовестии малым народам Севера, где до сих пор процветает шаманизм, и о работе с народами, исповедующими буддизм. Особо выделялась тема построения национальных церквей, составлялись планы проведения совместных евангелизаций, на основе накопленного опыта вырабатывались новые стратегии. Ну и, конечно, каждая конференция несет самое главное, что получают христиане, собираясь вместе. Это братское общение, ободрение и поддержка друг друга. Зарядка силой Духа Святого для несения служения в своих регионах. Каждая конференция что-то дает новое. После каждой конференции что-то получаешь, чем-то обогащаешься. Есть идея, это благовестие среди приезжих, астробатеров, которые работают. То есть, проповедуя им здесь, мы можем проповедовать одновременно в Таджикистане, в Узбекистане, потому что если они здесь уверуют и поедут туда, то Евангелия начнет распространяться там. Мне очень понравилась идея краткосрочной миссии. Использовать местную молодежь из больших церквей. Вологодская церковь, Череповецкая церковь в нашей области, чтобы их приглашать в нашу церковь, там как-то помочь в колхозе, в деревне, чтобы что-то там помочь местному населению. Тем самым проповедовать Евангелие. Евгений Хархардин, Михаил Остриков, студия «Протестант». Специально для телеслужбы «Благих новостей». В Армении в церкви «Слово жизни» состояло служение бизнесменов, в котором приняли участие более 200 человек. Среди них присутствовали как начинающие, так и уже состоявшиеся предприниматели. Подробности в сюжете Лилит Казанчан. Недавно в церкви «Слово жизни» Армении составило служение бизнесменов, в котором приняли участие более 200 человек. Среди них были как начинающие, так и состоявшиеся бизнесмены. В Писании говорится, что Слово Божье должно быть проповедано до края земли, а мы понимаем, что за всё отвечает золото и серебро, а для осуществления больших дел необходимы большие финансы. Служение проводил пастор церкви города Хьюстона, штата Техас, Патрик Ондрю. Он говорил о том, что христиане должны быть обеспеченными людьми, а также о служении Богу своими финансами. Христиане годами жили, не представляя, что могут принять благословение Царства Божьего. Я верю, что христиане через свою веру могут достигнуть намного большего. Подобные служения время от времени проводятся в церкви. Для бизнесменов церкви Слово Жизни Армении – это отличная возможность, где они могут познакомиться друг с другом, а также поделиться приобретенным опытом и знаниями. На этой неделе многие россияне отмечают Масленицу – славянский праздник, пришедший из языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. С одной стороны, Масленица – это обильная пища, а также хороводы, обрядовые песни, игры. С другой, она приходится на неделю, предшествующую Великому посту. Русская Православная Церковь предостерегает верующих от безудержного веселья, внушая, что эта седмица есть уже преддверие покаяния, предпраздненство, воздержание. Тема нашего традиционного опроса звучит так. Мы хотим узнать ваше отношение к Масленице. Если вы считаете, что Масленица, как пережиток языческого праздника, нет места в жизни христианина, присылайте смс с цифрой 1. Если вы думаете, что языческие черты праздника утратили свое первоначальное значение, мы ждем ваше смс с цифрой 2. Отправляйте смс с цифрой 3, если, по вашему мнению, Масленица – это просто хороший повод порадовать своих детей и близких. Мы ждем ваше смс на номер, который сейчас на экране вашего телевизора. Принять участие в опросе можно и на сайте www.tbnrussia.org В ходе недавних выборов в Израиле добрые друзья нашего телеканала, среди которых Лия Шемтов, Роберт Иллатов, Стас Месежников, Алекс Миллер и другие, вновь стали членами Кнессета. Мы рады поздравить русскоязычных членов парламента с их убедительной победой. Стоит отметить, что эти депутаты уделяют большое внимание развитию общественного и детского телевещания во всем мире. В частности, глава комитета по статусу женщин Лия Шемтов является членом попечительского совета ТБН. И недавно с ней встретился президент телеканала Игорь Никитин, чтобы обсудить возможности расширения телевещания для русскоязычного населения Израиля. И в завершение выпуска следующая информация. Редакция телеканала «Улыбка ребенка» подвела итоги конкурса рождественских рисунков. На протяжении трех месяцев у каждого телезрителя была возможность выиграть приз – необычную детскую Библию. Данное издание, по мнению многих детей и родителей, уже на протяжении 10 лет считается самым удачным и популярным. Всего же на праздничный конкурс было прислано 150 рисунков. Приз получат 30 участников, чьи работы авторитетное жюри признало лучшими. Все остальные рисунки можно увидеть в музыкальных клипах в эфире телеканала «Улыбка ребенка». На этом все. Выпуски телеслужбы «Благих новостей» смотрите в удобное для вас время на нашем сайте. Координаты вы видите сейчас на экране. И не забывайте присылать ваши новости на электронный адрес newssobaka.tbnrussia.org или звонить по телефону в Санкт-Петербурге 316-3745. Всего доброго и до встречи. Выпуск был подготовлен при информационном участии представителей нашего медиапартнерства. Санкт-Петербурге 316-3745.